Включу и здесь мы с вами, Александр Александрович. Все, от этого уходим. Опять на попытку делают... Сейчас, ну, совершенно правильно выглядит. В 14-м году проектирование дороги вот этой Маленково и Стаево и дороги менять. Эти дороги реализовали, а эта дорога так и осталась нереализованной. Вы имеете ввиду, вот этот коридор. Сейчас еще тысяч лет назад в Стаево, она практически после улицы Маленково пересекается и коридором выходит на Ускурдинскую дорогу на четырех полосках. С 14-м года менялись планировки в неучительническом проекте подземной коммуникации. У нас здесь проходит личный аукционный водород. С 90-х годов уложенный и за последние там три года был две крупных аварии. То есть ее качество, если работаете обстроен дорогой, ну, это требует неучительности. В 19-м году мы объявили аукционную проектирование и обновление всех изысканий и технических условий с учетом водородов и газопроводов, которые здесь уложены. Проектная организация, свои обязательства были несполнили. Мы расходили контракт и в начале этого года объявили контракт на доработку. В конце сегодняшний день проект получен, с отчетом всех норм и трендов. Объявлен аукцион, в следующий день мы видим одну заявку. И вот сейчас, как буквально, 9 часов окончания срока фиксация. Если никого не бойся, в принципе, будет определен подрядчик с последующим исключением и выходом на объект проведения работы. 500 метров длина, 4 полосы дороги с движением общественного транспорта в перспективе заездом во дворы квартирных домов. С остановками, с освещением. 14 метров. Это 12 метров 4 полосы и один тротуар. У нас срок реализации проекта. Срок реализации проекта 12-10 декабря. На последние виды работы, работы погодных условий останется работа с освещением, установка остановочных павильонов. Все виды работы, которые необходимо сделать в тепловые режимы, необходимые технологии будут сделаны до универсовой температуры. Михаил Александрович, а почему так у нас получается? Понимаю, что вы маром только 2 года, но все-таки, исходя из того, что микрорайоны растущие, почему инфраструктурой не занимаются? Вот поймите, с 2014 года один конкурс, один проект, второй, третий, четвертый. Дальше у вас там огромное количество проектной документации накопилось. Вы выходите на конкурс, оказывается вновь проект некачественный. И все это дотянули до октября. У нас с вами по-хорошему остается месяц. За месяц надо выполнить работу на 60 лишних миллионов. У вас там, насколько я знаю, об этой сумме речь идет. И что дальше? Ну, вы сами задумайтесь. Вот проблема была и остается в Саратове комплексные застройки микрорайонов. Людей переселяете куда? На пустыре. Дорог нет, школ нет, поликлиник нет. Возьмите, остановитесь. Все, надо заканчивать. Я вот, Сергей Иванович, у меня предложение. Учитывая, что у вас специалисты есть в прокуратуре, юристы высококлассные, и знаю, что вы законотворческой деятельностью занимаетесь тоже, правильно было бы подготовить законопроект, который и есть, как аналоги других регионов. Если хотите, посмотрите. И Москва, и Краснодарский край, и та же Пенза достаточно эффективно решают эти задачи. Речь идет о том, что нельзя сдавать микрорайоны без социальной структуры. В федеральном законодательстве это право предоставлено регионам и муниципалитетам. У нас как сдавали, так и сдают дома на выселках, где ничего нет. Вот здесь это пример именно такого подхода. И даже просто люди страдают. Потому что дорог нет, мы это видим здесь. Нет у нас школы Вывологина. Нет у нас школы Власочкина. Дорог нет Власочкина. Поэтому было бы правильно взять и объединить усилия и подготовить такой законопроект. Потому что много лоббистов, потому что нравится сдавать без обязательств. И они вот эти свои положения вписывают туда, потом все это сходит на нет. Поэтому если бы здесь прокуратура подключилась, я думаю, что поддерживают и депутаты, и правительство области, вы тут более объективно будете стоять над этими всеми интересами. Точно. Потому что здесь речь идет о правах граждан. И тем более дома-то здесь уже построены много лет назад. Так же как дома построены у нас в Солнечном-2. Ну в Солнечном-2 вот эти все пожары тушим, решая эти вопросы то по школе, то по поликлинике. Поэтому разрешение на строительство должно быть только в том случае, если будет параллельно построена поликлиника, школа, садик, дороги. И только такой подход, Михаил Александрович. Ну и если говорить об этой улице, это знаете, вот как будто сделали то, что по определению не должно быть. Ведь улица носит имя. Менякер Юрий Иванович, это человек, который многое сделал для Саратова. Это главный архитектор города на протяжении 23 лет. И вот эта вот улица названа ее именем. Вот он, наверное, переворачивается там, глядя на все на это уже много раз. А дальше улица тоже, которой надо заниматься. Названа именем строителя. Замого руководителя, главного инженера спецстроя. Это тоже наша саратовская организация. Малинкова. 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 Поэтому, Михаил Александрович, вставайте здесь прорабом, утром приезжайте и решайте эту задачу. Потому что хватит смешить. А потом начнете понимать это, у вас это пройдет вот через себя. В следующий раз неповадно будет. Но проблем много. Вот если брать микрорайон. Этот микрорайон. Без школы, инфраструктуры. Дальше еще Илогина. Солнечная 2. Ласточкино. Можно и Жасминку сюда записать. Надо анализ провести. Сроки определить. С жителями встретиться. И сказать. Здесь мы эти проблемы решим в этом году. В этом микрорайоне на будущий год. Исходя из возможности, мы эту проблему видим. А так получается, нужно обязательно приехать и начинать распекать вас за то, что вы могли бы, сами решив проблему, не строить этот разговор на тонах. Зачем? Ну и закон. Если закон будет областной. Им понятно, можно было бы свои под законы принять. Тогда все эти правила воспримут. У нас... Почему еще так получается? У застройщиков есть, допустим, участки. Тоже его. Они предлагают квартиру под переселенцев. Им власть идет навстречу. И дальше получается комок проблем, который только увеличивается. Потому что, да, застройщик сливки снимает. Потому что его участок, соответственно, он получает по части квартиры еще бюджетное финансирование. Остальное он распродает в рынок. А потом трава не растет. А люди живут на пустыре. Это вот ровно то, о чем я говорю. Причем панельное домостроение, как правило, дешевое. А надо сдавать комплексную застройку, где будет микрорайон со всеми уже социальными объектами. И с инфраструктурой транспорта. Плюс с возможностью для людей отдыхать. Вот это будет подход. Но сейчас нам придется все вот эти накопившиеся проблемы, которые создали ваши предшественники, их предшественники, решать. Поэтому смотрите, на следующий год мы договорились. Средства у вас на дорожные строители в городе будут. Средства будут на тротуарах. Выделите вот эти проблемные микрорайоны. И решайте вопросы транспортной инструкции. Что касается школ. У нас на будущий год, если брать федеральное финансирование. Две школы за счет федерального бюджета будут финансироваться. Я надеюсь, что в бюджете, который вступил в Думу, мы эти вопросы предусмотрим. Это 84-я и 5-я школы. Но надо сейчас уже в зиму начинать проектировать школы, микрорайоны, где они отсутствуют. Это вот уже с Романом Викторовичем надо. Потому что, Романович, посмотрите вот эти микрорайоны. У нас с вами Солнечный 2, 11 микрорайон. Мы закрываем по школе. А что касается, допустим, здесь школы, мы обсуждали. Юбилейным есть потребности. Юбилейным. Посмотрите, вот эти школы, мы их запроектируем. Либо посмотрим те проекты, которые у нас уже есть. И выйдем уже на будущий год с проектами, потому что проектов нет. А параллельно, если прокуратура подготовит законопроект, его надо презентовать. И было бы правильно прокуратуре ее внести как законодательную инициативу в областную Думу. И вот с этим законом уже мог бы прокурор выступить, объяснив, что надо защищать права граждан и здесь, через комплексное развитие территории. Потому что нарушение права всеместных. Это все, кстати, звенья одной цепи. Когда мы с вами говорили, почему программа по детям в прошлом году была исполнена на 50%. В этом году она в июле была исполнена на 30%. С одной стороны, взяли и уменьшили стоимость квадратного метра, создав себе комфортные условия. С другой стороны, ущемив права тех же многодетных, потому что выплаты идут из расчета этой стоимости квадратного метра, у нас с вами 32 тысячи с половиной, в Пензе 37 тысяч с половиной, соответственно, в Волгограде 38, а в Воронеже 39. И многодетная семья получает из расчета вот этой стоимости квадратного метра компенсацию. Поэтому наша многодетная семья обделена. Вы сейчас, и отдать вам должное спасибо, стали заниматься этим вопросом. С октября у нас стоимость стала подниматься. И на рынок уже заявились те, кто будет работать в кирпиче строя дома. Конечно, качество повысит, потому что у нас раньше был один монополист весной, который занимался чисто панельным домостроением, потому что у него условия вот эти вот были для него приемлемы. Но при этом мы понимаем, что монополия – это не всегда хорошо. В данном случае снижается качество строительства. И, как правило, вот эти все дома и Власочкина, и Волгина – это итог вот такого подхода. Поэтому надо повышать стоимость, чтобы она с января была уже там порядка 37 тысяч. Если только мы войдем в эту ценовую группу, тогда на рынок придут все строители. И пускай конкурируют. И только лучшее жилье должно выделяться и детям-сиротам, и многодетным, и под снос ветку аварийного жилья. Мы с вами должны решить вопрос до конца года дополнительного выделения на регион 2 миллиардов под снос ветку аварийного жилья. Мы должны решить задачу по переселению из ветку аварийного жилья на будущий год, не дожидая 2025-го. То есть на 4 года мы должны раньше решить вопрос отселения людей в тех объемах, которые есть. А потом уже рассматривать следующим этапом отселение тех, кто признан как проживающий в аварийном ветком жилье в осень 2017. Правильно? Да, 1 января 2017. Да, правильно. Вот. А раз такие задачи у нас стоят, а это значит переселение фактически людей с одной части в другую куда-нибудь переселяться. Поэтому, следовательно, вот эту задачу мы должны решать. А если мы говорим, что права граждан, вот исходим из этого, что право гражданина получить квартиру, при этом рядом садик, школа, поликлиника, дорога. Вот это стандартность, это права граждан. Причем федеральное законодательство тоже совершенствуется. Но так как это компетенция местных и региональных властей, думаю, что ваша помощь здесь будет как нельзя кстати. Да и специалисты у вас есть. Договорились? По дороге вы можете сказать, соответственно, ответственно сделать заявление, что дорога в этом году здесь будет? Михаил Александрович. Или вот у нас 77-й раз сорвется конкурс или что-то еще нарушится? У нас вообще вот есть ответственная власть или только бумаги издаем? Михаил Александрович, ну я за эту дорогу беру личную ответственность, чтобы она была по стройности. Хорошо. Договорились? Договорились? Роман Ильич, есть что-то у нас еще? Нет, я просто хотел обратить внимание, дом один из первых. По правильным теоретам горят певицы,역 ПРОВ U VIDА 1. Как体 entonces они покупает Entupово,, который можно в Одинском и Sachем? И теперь мы можем сделать это на flybeitet! По zusammen основной для одного наличия почти не только.